Ребята, всем доброе утро! И с вами Екатерина Корея. Счастье длилось недолго, и не успели мы прилететь с отпуска, как уже на следующий день. У меня всё лицо засыпало вообще непонятными волдырями. Я, конечно, шучу, что, возможно, это аллергия на Корею, но к дерматологу я не пошла, просто подождала, пока всё это прошло дома. Но это было очень дискомфортно. Сейчас у меня осталось только на одном участке. Тут я расцарапала, а так у меня было засыпано абсолютно всё лицо, и я дня два не могла просто выйти на улицу. Ну, естественно, я ездила на работу, но... Анюта, ну это было очень вообще не по себе с таким лицом. Ну и, в общем, походили мы на работу три дня. Сначала заболела корона и сестра моего мужа, и, естественно, через два дня уже он принёс это счастье от неё. Так что муж сейчас тоже не ходит на работу, он лечится дома. Мы его изолировали там в дальней комнате, он не выходит. У него тест положительный. При этом я сделала тест и сделала тест Анечке. У нас тест отрицательный, но у меня вчера скаканула температура, и я уже всё. Начала писать завещание, я думала, что у меня тоже корона. Но нет, у меня всё горло опять белое. Такая же ерунда у меня была месяц назад. У меня очень часто вылазит тензелит, воспаление на глотке. Так что сейчас я поведу маленькую в садик и поеду в больницу. В прошлый раз мне делали двухчасовую капельницу, в этот раз я не знаю, чем меня там удивят. Вот, посмотрим. И ещё у меня по планам заехать сегодня в супермаркет, потому что, Анюта, нужно купить что-то попить домой свеженького, всё закончилось. И посмотреть что-нибудь Анечке из разряда наклеечек, что-то интересного, чем бы она себя могла занять после садика. Мы, кстати, постригли ежулю. Мы сделали ей корешку с чёлочкой, но укладывать эту чёлочку проблематично. Кто такой красивый у меня зайтишь? Ну, на самом деле, ей было уже очень больно расчесываться, хоть я и старалась сделать это максимально нежно. Плюс мы её не стригли ни разу с рождения, у неё все волосы были разной длины, знаете, как эти писюньки какие-то висели там. Поэтому я всё-таки решила, что можно разочек её подстричь. Но вчера мы не мыли голову, позавчера мы мыли голову. Вчера у неё был сильный насморк, и я уже не рискнула её мочить. Так, только чуть-чуть подмыла. Вот. В Инстаграме есть фотографии, когда у неё с чистой головой вот эта прическа, она прям супер кучерявая, супер милая. Поэтому я не пожалела, что постригла. Ну что, пойдём в садик? Опять вся в соплях. Она опять вся в соплях. Все болеют, я устала. Мама устала. Давай обуваться. Обуваться давай. Симбаль, да таки твое. Хорошо. Уже выбирать ей одежду и обувь она не даёт. Она уже всё сама, взрослая. У нас, кстати, ещё одна беда в Корее уже. Очень интересная тема с сортировкой мусора. И такие габаритные вещички просто так не выкинуть. К ним нужно покупать наклеечки. А наклеечки не продаются в магазине под домом на матрасы. Именно на матрасы. Нас с этого магазина послали в сити-холл. Это что-то вроде администрации города. Вот, и это сколько наклеек надо на все эти матрасы. Поэтому я решила чуть-чуть схитрить. Я купила много мусорных мешков. Я просто их порежу и засуну в обычные мусорные мешки. Где-то резать я их, наверное, буду сутки. Ты сама обулась. Ты же моя зайка взрослая. Молодец. Масочку тебе надеть, Аня. Ну, до садиковой прошла без маски. Зачем она тебе сейчас? Притом, маленькие дети, они даже не понимают, что можно без масок. Их настолько уже надрессировали, грубо говоря, в этих всех садиках, что нужно быть в масках, что она у меня даже по улице отказывается идти без маски, когда людей рядом нет. Маленьких увели играть на площадке с водичкой. В садике практикуют разные сферы деятельности. То есть они не только там у себя в комнате сидят. У них постоянно что-то интересненькое. А мне нужно закинуть сумочку. Я не понимаю, куда мне ее кидать. Вход в садик осуществляется только по звонку. То есть просто так вам никто дверь не откроет. Звонить нужно именно в свою аудиторию со своим. Вот, я позвонила, сказала, кто я, и мне открыли. Шкафчики для обуви тоже есть. Шкафчики для обуви тоже у всех подписаны. У всех деток обувь на своем месте. Они там, видите, сразу приходят и наносят на ручки антисептики все эти. Не помню, где я припарковалась. Тяжелая жизнь неумного человека. Ну, где-то же я определенно припарковалась. Хотелось бы, конечно, вот в эту машинку. Ну, ничего. И так сойдет. Что, в больницу теперь? В общем, ребят, я уже пришла в больницу и жду своей очереди, потому что врач сейчас занят. Я так слышу, что он с лялей где-то там. Вот, пришла я рано, поэтому людей в очереди вообще нет. В тот раз, когда мы приходили, тут было просто уйма народу. Ну, в этот раз все должно пройти быстрее. Я уже сходила на прием, ребята. И что же хочется сказать. Я очень часто слышу выражения по типу, что в Корее там проще умереть, нежели болеть, потому что цены на медицину просто ого-го. И, грубо говоря, если ты заболеешь, то в больнице ты оставишь последние портки. На самом деле, если у вас есть какая-то более-менее адекватная виза, где у вас есть хоть какие-то полномочия в этой замечательной стране, и у вас есть страховка, то все не так страшно. Не так страшно, черт, как его молюют. Я вот сейчас сходила в больницу, и за прием я отдала 3000 вон. 3600. Вот тут внизу экрана, как всегда, я напишу, сколько это стоит. Но, что хочется сказать. Я не помню точно, но еще в России, когда я лечилась и ходила в частные клиники, там только за прием я отдавала по 700-800 рублей. Это вот, как я помню, это было лет 5 назад. Это только прием. Вот тут стоимость приема я уже озвучила. То есть это тоже не какая-то государственная поликлиника. Мы сейчас тоже с вами были в частной клинике. Смотрите дальше. Лекарства, а тут не одно лекарство. То есть тут их много. И вы помните, что корейцы обычно не выписывают лекарства пачками. Они рассчитывают и дают необходимое количество уже насортированное. То есть там вот 4 лекарства в одном пакетике, и написано, а чем утро. То есть мне их надо выпить утром. Коробки тут целые, никто не прописывает, чтобы там не оставалась вот эта вот еще куча недоеденных таблеток, которые вам не пригодились, и вы потом все это на мусор. То есть тут хотя бы в этом плане грамотный подход. Вот. Смотрите, лекарства у меня вышли на 22 тысячи вон. Страховка перекрыла 15 тысяч вон. В итоге я заплатила всего 6 тысяч вон. Еще у меня была прививка в Попец. И за нее я отдала, по-моему, 4 500. Но я потеряла где-то бумажку, поэтому вам придется мне поверить на слово. Вот. Поэтому, ребят, я не знаю. Единственное, что дорого в Корее я платила в плане медицины. Ну, понятно, сфера красоты, хирургии, да, вот всякого такого, это всегда дорого. Потому что красота, это не первая необходимость, это не угроза здоровью, это наше желание выглядеть лучше. Зубы, тут тоже понятно, зубы достаточно дорогое удовольствие. Вот это вот, наверное, самое дорогое было, что я когда-либо платила в Корее. Вот. А в плане всяких простудок, не знаю, никогда не было дорого. И, естественно, знаете, что дорого? Реально дорого попадать в скорую помощь. Вот это реально дорого. Потому что даже вызов скорой помощи платный. И, естественно, лучше не запускать, а как-то заранее стараться поддерживать себя в нормальном, здоровом состоянии. Вот там мы поехали, я уже не помню, что у меня было. А, у меня было воспаление мочевого пузыря, я потеряла дома сознание, и мы вызвали скорую. И мы отдали, по-моему, то ли 400 долларов, то ли 600 за этот чудесный прием, за капельницы, все эти осмотры. И анализы вот в скорую, да, в скорую попадать очень дорого, ребят. Но я не знаю, может, там тоже как-то страховка все это возвращает, потому что я, честно говоря, тогда даже не поинтересовалась у своего мужа на этот счет. Все остальные процедуры, все остальные мои болячки, то есть даже с зубами, вот все говорят, что зубы лечить очень дорого. Ребят, знаете как? Если у вас чуть-чуть кариес, если у вас только начинает чернеть, болеть, если вы идете сразу, то вы заплатите копейки. Но когда вы доходите до того состояния, что у вас уже развалился весь зуб, когда у вас там уже дырка, грубо говоря, да я не знаю, до подбородка и обратно, то, конечно, вы заплатите еще очень много. И в России, насколько я помню, в некоторых клиниках оно было так же. Чем хуже случай, чем запущеннее случай, чем всегда это дороже. Поэтому просто нужно успевать вовремя ходить. Насчет стоматологии в плане, допустим, выдергивания зубов, я ходила беременная в специализированную клинику, которая именно работает в направлении зубов мудрости. Потому что у меня был очень запущенный случай, у меня зуб был крючком и он проходил прямо рядом с нервом. А я была еще и на седьмом или шестом месяце беременности. В общем, ни одна клиника не хотела за меня браться и я пошла туда. Так вот, удаление зуба мудрости мне обошлось, по-моему, в 10 долларов. В 10 долларов, я не ошибаюсь, если... Единственное, они спросили какое-то лекарство, я не помню уже какое, хотите, чтобы мы вам нанесли или нет, и это еще 50 долларов. Я говорю, ну давайте, пусть будет лекарство. То есть это уже был выбор за мной, и это было необязательно. И клиника тоже то была не муниципальная какая-то, не от государства, это была обычная частная клиника. Поэтому, ребят, на самом деле, если просто вовремя за собой следить, за своими зубами, за своим здоровьем, то вполне себе цены не сильно пугают. И страховка в Корее очень хорошо все покрывает. Ну а в плане красоты, в плане хирургии, там-то оно понятно, там-то оно всегда дорого. Но на самом деле, когда я делала липосакцию второго подбородка, я заплатила всего 600 долларов, по-моему, 650. Вот, поэтому я тоже не считаю, что это сильно дорого для, именно для корейских зарплат. Вот, так что давайте, хватит болтать и поехали в магазин. Еще я в восторге от таких вот наборов с одевашками. Я не знаю, как это у кого происходило, но в моем детстве такого не было. Мы брали тетрадку, вырезали сверху полосу у всех листов. На самой последней странице мы рисовали голенькую девочку, и на всех предыдущих страничках мы рисовали разные платьишки. Получалось, когда ты листаешь, у тебя лицо остается тоже, а платьишки меняются. Такие вот у нас были в детстве одевашки. Сейчас, конечно, намного интереснее все это. Стикеры. Сколько разных стикеров? Я вообще не знаю, что брать. Я вообще дикий шипоголик, особенно если это касается Ани. То есть даже если для себя я там могу еще что-то не взять, то для Ани мне хочется взять прям все и сразу. Я вообще не знаю, с чем это связано, потому что у меня не было никаких в детстве проблем с недостатком игрушек или чего-то еще. Ну вот прям для Ани постоянно хочется. Хочется и одежду, и хочется и игрушки. И прям много-много-много. Смотрите, как интересно, уже появились наборы специальные для работы с смолой. Единственное, это другая смола. Это не которая, как у меня двое суток застывает, это смола, которая сушится под лампой. Зачем? Зачем? Кстати, в обычных больших сетевых таких вот супермаркетах, помимо хостоваров и еды, можно еще приобрести живность. Ой, черепашки. Хомячульки. Шебуршат там что-то. Кролика, я так понимаю, продали. Тут тоже всех продали. Самые разные зверюшки бывают. Ужас. Ой, ты вылез к нам? Привет. Привет. Хорошенькие. Купила бы хомячка, но мне кажется, они его убьют. Что интересного, собственно, в корейских... В корейском рационе, ладно. Смотрите. Шкурочки свиные. То есть мяса там нет, там именно шкурочки. Это кишочки. Это тоже кишочки. И вот еще, смотрите, кишочки. И как бы вы не подумали, что, о боже, фу, это на самом деле очень вкусно, если их хорошо приготовить. Видите, вон тоже кишки. А вон куриные лапоньки. Я уже за пять лет настолько прониклась корейской едой, что я прям обожаю все вот эти вот кишульки, лапульки. Кстати, еще очень часто слышу, что многие жалуются, что в Корее вся еда острая и есть нечего. Ребята, ну мы прошли с вами три холодильника, наверное, еды. Смотрите, сколько всякой курочки разные. Котлеты свиные с сыром внутри. Картошка, пицца. Всякие морепродукты. Пельмешки. Ну то есть, я не знаю, смотрите тут сколько всего. Меня всегда прям смешит до боли, когда начинают жаловаться, скулить, что как так. Все острое. Даже традиционная корейская кухня, вот если взять сейчас, вот смотрите, традиционные корейские супы. Ну понятно, что это уже готовые, но в ресторане же они тоже продаются. И тут половина, ну сверху вот все вот это вот, оно не острое. То есть нужно просто знать, что ты заказываешь. Вот не острое. Нужно просто понимать, что ты заказываешь и будешь кушать нормальную еду. А они не понимают, вот это пальцем в небо в меню, наверное, там тыкают. И начинается потом опять старая песня. В Корее ничего есть. Еда ужасная. Даже если прийти в супермаркет в раздел готовой продукции, ну вы посмотрите, какая красота. И все свеженькое. А к вечеру на это еще и будут скидки, если это не разберут. Смотрите, сколько тут разного мяска, курочки, угарь. Это все куронька. Непонятно, ребята, в общем, непонятно. Вон там морепродукты разные, но я туда уже не пойду. Еще, кстати, очень вкусные вот эти вот ракушечки. Вот эти вот красотки. Ух ты. Написано Россия. Крабик наш. Импортный. Я уже занесла пакетики с продуктами домой. И сейчас я иду к нам на работу, потому что мама что-то должна передать. Далее на 3 часа у меня уже бронь на сеанс удаления тату. И вас я возьму с собой. Еще кто следит за новостями Кореи, вы уже в курсе. Кто не в курсе, вот тут показываю, что, собственно, у нас произошло на этой неделе. В первый раз за 80 лет выпали такие сильные осадки. Затопило очень многие города. Затопило, самое интересное, что столицу. Затопило район Канама, город Инчон. Наш город тоже задело, еще много других городов. Но наш район, благо, не задело. Поэтому, слава богу, нас эта участь обошла. С учетом того, что у нас у компании пол идет вровень с асфальтом, нас бы просто смыло бы всю нашу электронику там нафиг. И я очень, конечно, за это переживала. Муж даже ночью ездил, проверял, что там, как там. Вот. Что еще? 13 человек на сегодняшний день признаны погибшими. 6 человек без вести пропавшие. 86 тысяч голов скота погибло. Очень много семей остались без крова. Сейчас вроде как собираются запретить на государственном уровне проживание в домах, которые идут как в подвальное помещение. То есть этаж минус один, грубо говоря. Потому что была ситуация. Я не знаю за все ситуации, но одну я точно видела в новостях, что семья утонула из-за того, что они были на минус первом вот этом этаже. И их не успели, не успели спасти. Так быстро пришла вода, что их не успели никак вытащить. Погибло вроде две женщины и 13-летний, по-моему, мальчик. Вот. Ужасная ситуация. В Корее ежедневно приходят звонки от рекламы разной. То по страховке, то еще какие-нибудь услуги. И вот я как только начинаю записывать видео, обязательно начинаются вот эти вот звонки, из-за которых все начинает пищать, верещать. И приходится резко обрывать видео. Ну, собственно, мама, она в любой стране мира мама. Она просто передала нам покушать. За что большое спасибо, потому что готовить я сегодня была не настроена. И сейчас она на грузовике поедет по работе что-то отвозить. Бедолага, все болеют, муж болеет, сестра мужа тоже болеет. Она сейчас одна за всех тут отдувается. И за ребенком сестры следит и развозит все, что нужно по работе. Ну все, я сейчас дождусь, пока они освободят мне путь, собственно, и поеду. Поеду приводить свои татуировки в порядок, а точнее избавляться от них. Уже видите, как много вышло. Было ярко-черное. Уже чуть-чуть совсем осталось пигмента. Но на самом деле от этого не легче, все равно очень сильно больно. Я, кстати, всхуднула еще. Сейчас я вешу 73 килограмма. То есть еще 2 килограмма я потеряла. А самое главное, я заметила, что я из-за того, что начала кушать часто, но просто там, ну как обычно, я кушала яички. Просто я начала чаще делать себе приемы пищи. У меня начал лучше работать обмен веществ. Я начала быстрее худеть. При том, что я с тех пор, как пошла на работу, я не хожу в спортзал, потому что у меня сейчас физически не хватает на это времени. Вот, получается, я просто кушаю яички и худею. И меня это очень радует. Потому что до этого у меня был очень сильно нарушен обмен веществ. И я прям могла вообще не есть. И вообще с трудом избавлялась даже от нескольких килограмм. То есть мне обязательно нужны были какие-то спортивные занятия, чтобы хоть что-то с меня вышло. А теперь, благо, тьфу-тьфу, все наладилось. И это очень радует. Ну, а теперь поехали дальше, ребят. Ну, собственно, мне нанесли обезболивающий крем. И теперь мне нужно ждать час. Нанесли на ноги и на спину. Дома я уже не стала это делать. Просто самой себе на спине проблематично мазать. Муж болеет, его не попросить. Поэтому уже будем ждать сейчас час. Такая вот красота. Такая вот красота. Такая вот красота. Вау. Лучше, Нанесли. Окей. Мы уже слили много инков, поэтому я увеличил лазерный уровень Это будет немного тяжелее О, мой бог, это не немного Это выглядит как первый раз О, мой бог Ты в порядке? Нет, я не в порядке Я выбрал О, мой бог Ты сейчас записываешь? Ты записываешь это? Да Я хочу смерть Если ты хочешь остановиться, то дай мне знать Мне кажется, у меня не было ничего болючего за всю мою жизнь Что бы я не делала, ребята Ни кесарево, не знаю Никакая другая процедура не сравнится с этими ощущениями Мне хочется просто сейчас оторвать себе ногу и умереть Я не могу, это так больно Это как будто вам мясо голое, током бьют без конца Я прям не могу, у меня прям горит Ага 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Он их отогнал И добросовестных этих ребят И сказал, что я буду парковаться Просто я ждала Вот я хочу ему сейчас купить что-нибудь попить Пойдемте в Старбакс, наверное Возьмем кофейку с собой А мужу тортик возьму Ой, хорошенькие Ой, может они взять паильник? Ой, смотрите, какие тут шикарные Может они взять паильничек? Зонтик Зонтик Ребята, пока еду домой Смотрите, как красиво обстригли деревья Квадратиками их все Состригли Прям не могла не поделиться Лепота какая Только мне кажется Очень много времени на это потрачено было Но в целом очень красиво смотрится Прям Аккуратненько Все, ребята Все дела на сегодня сделаны И мне осталось только доехать домой 14 километров И забрать булочку с детского сада Скорее всего булочка меня потащит Еще на площадку поиграть Не знаю, как я вывезу эту чудесную программу Вот И пойду домой кормить мужа Разбирать холодильник Благо пока спина и ножки Чувствуют себя нормально Ну, пощипливает Но не так, как это может быть прекрасно Надеюсь, что сильнее не будет болеть Вот Но обычно там на следующий день Начинается прям боль С таким жутчайшим зудом Что хочется просто Крутиться по ковру Советскому красному Вот Еще я узнавала В этой же больнице удаление волос Сколько будет стоить Я так и не поняла, что у них за интересная такая система Обычно там, допустим, один раз Ну пусть будет 30 долларов И все ходят по-разному Некоторым пять процедур нужно Некоторым семь А тут мне просто сказали Я сказала, допустим, сколько стоит удалить волосы с подмышек И мне сказали 30 долларов в год Я говорю, ну как это год? Они говорят, ну так в год Я говорю, может раз Они говорят, нет, год То есть ты платишь 30 долларов в год И ходишь столько, сколько тебе понадобится Камера опять танцует ламбаду Потому что я поставила телефон на руль Вот То есть получается Что ты платишь 30 долларов И можешь ходить, получается, 11-12 раз за это время И сколько тебе понадобится Но прайс будет все тот же Цена будет все та же И это очень интересно Нужно будет подумать Потому что я хочу сделать ноги Единственное, я хотела бы сделать бикини Но меня смущает то, что там мужчина удаляет все это Я чуть-чуть стесняша Заболталась и не туда свернула Вот Ну, в общем, это оказалось дешевле, чем я все предполагала Дешевле, чем я смотрела до этого на сайте Поэтому, возможно, нужно просить мужа позвонить Прям точно узнать все условия Потому что все-таки у меня не идеальные английский и корейский Я могла что-то не так понять Ну, не думаю, конечно, что я ошиблась Но все равно нужно на всякий случай позвонить мужу Узнать, как это все происходит И, наверное, пойду удалять волоси Единственное, как я уже сказала То, что меня реально смущает Что доктор мужчина И как бы ноги и подмышки-то это ладно Но идти на бикини, тем более на глубокое Я немного смущаюсь Я понимаю, что это доктор Но я просто год уже хожу к этому человеку на удаление тату И мне как-то немного не по себе, если честно К гинекологу я еще хожу спокойно И рожала я Кесарева мне делал тоже хирург-мужчина Не думайте, что если Кесарева, то там все закрыто Меня раздевали полностью Вот Так что, не знаю Подумаю Подумаю Они вообще много чего там делают Татуажи всего, чего хотите Удаление волос Что-то там для похудения Уколы И с грудью что-то там они тоже делают Прям Боток сколят Очень много всего там Я просто никогда не интересовалась Всем спектром услуг Потому что я ходила, удаляла тату Да мне и не надо больше ничего было А сейчас думаю У меня же волосы хотела удалить Спрошу Спросила Ну посмотрим Может все-таки запишусь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok